Ты избрал нас Ты избрал нас Пусть твой огонь сойдет 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 Пусть твой огонь сойдет, скажи, от всего сердца. Пусть твой огонь сойдет, мы ожидаем тебя. Пусть твой огонь сойдет, повышает тебя. Пусть твой огонь сойдет, повышает тебя. Пусть боль от Бога сойдет. Да, и тут, кто знает Бога, Тот, кто знает Бога, Тот во дне. Да, и тут святой живет в тебе в огне. Но во Христе Иисусе мы не должны веть. Во Христе Иисусе должен приколеть. О, иные цены могут все. Ну что же мне сказать тебе еще? О, иные цены могут все. Я не хочу, но во Христе Иисусе и те, кто знает Бога, Тот во дне. И тут святой живет в тебе в огне. Но во Христе Иисусе должен приколеть. Во Христе Иисусе должен приколеть. О, иные цены могут все. Но что же мне тебе сказать еще? О, присящий духом и огнем, и этой землей мы во всем дойдем. Пусть твой огонь селедок, и тьду святой. Пусть твой огонь сойдет. Пусть твой огонь сойдет. Пусть твой огонь селедок, и твой огонь селедок. О, Иисус, спасибо Тебе, что Ты здесь. Спасибо Тебе, что Ты здесь, чтобы каждый источник, заработанный, каждый колоний стал чистым, чтобы там в нас была Твоя живая вода. Господь мир сегодня нуждается в Тебе. Никаких словах человеческая философия, мудрость человеческая не может изменить. Дьявол не боится, но дьявол боится Тебя. Матема не может устоять перед Твоим светом. Уходу не зажимathersi, о велосипеде. Все раеф Direct 210000 иwert помimmt революция. Ура в Врану аппетитов, причем зажираешься Церковь и в тему того что он дает в Тебе 6. Ура, вы сам и в Минадиях, кражет селедок Concerto, Присаживайтесь, если хотите. Сегодня день, когда мы можем просто открыться перед Богом. Спасибо, кто-то один оминь мне говорил сегодня здесь. Потому что меня это не смущает, если ты раздумываешь, сказать оминь или нет. Но я говорю тебе сегодня истину. Вы знаете, вы можете, я могу вам не понравиться, вы можете что угодно думать. Завтра я все равно улющу Ригу. И буду делать, продолжать делать то, что Бог мне говорит, делать. Но сегодня я имею честь провозглашать Божье Слово. И оно живое, и оно истинное. И Иисус не изменился. Он вчера, сегодня, вовеки тот же. Иисус говорил эти слова вчера, и обращался, и говорит, кто жаждет, приди ко мне и пей. И кто верует в меня, вот того, из чего в один будет рейт тяжелой воды. Он говорит, это и сегодня. И его планы не изменились. Он такой же. Как он говорил вчера, придите ко мне все, друждающиеся, примененные. Я успокою вас. И говорит, научитесь от меня. К ротости, смирению. И возьмите мое игорь. Это сегодня работает точно так же. Каждый из нас может приходить в Божье присутствие. Каждый день. В любое время суток. В любом месте. И не говори мне, что здесь тяжелая атмосфера. Не говори, здесь такой город. Он поглощает всех. Да. Разные есть духи. Разные есть влияния в разных городах. Я вам скажу, бесы, дьявол, грех. Я везде приблизительно один и тот же. Программа у дьявола в согласии. Одна и та же. Украсть, убить и погубить. Ну, меня не вдохновляет сегодня говорить о дьяволе. Потому что когда мы слишком много говорим, у него такое чувство, что мы его прославляем. Такое чувство. О, он великий, больший монстр. Все поглощают. Да, недооценивать его не стоит. Но не стоит о нем слишком много говорить. Я хочу, чтобы мы смотрели сегодня на величие Божьего. Потому что Бог тем более не изменился. Бог тем более не изменился. И его дух могущественный. И в каком бы ты ни оболнести, ты можешь наполняться, быть наполненным его духом. Ты можешь поклоняться в духе истины. И переживать его присутствие. Меня вдохновляет апостол Павел сила, которую бросили в темницу. Побили, избили и бросили в тюрьму. Заковали, все пяли. И у этих ребят был всегда выбор. У каждого из нас есть каждый день выбор. Славим Бога или нет. Приближаться к нему или нет. Наполняться духом святым. Верить Божьему Слову или нет. Приходить к источнику живой воды. Пить оттуда или не пить. Эти посвященные святые люди, которые вдохновляют сегодня, бросают визу в каждом из нас. Они избитые, кровавленные, физически чувствуют себя просто отвратительно. Их знобило. Возможно, их трясло. Возможно, заражение прошло по организму. Когда тебя бьют, когда тебе дают 39 ударов. Я не могу себе представить, что это такое. Потому что, наверное, никто из нас не получал 39 ударов. Это было серьезно наказание. И ты законы в сырой темной темнице брошен. И вот выбор. Оплакивать сейчас? Думать, ну, цена. Вот тебе взялся проповедовать Евангелие. Вот тебе взялся служить Богу. Или начинать славить Бога. Эти парни посмотрели друг на друга. И они не роптали. Они не оплакивали. Они не гневались. Знаешь, обычно другие тюремщики, заключенные сидели. И крылья матом этих римлян. И ожидали, что это сейчас парочка, которые забросили, тоже что-то скажут. Но они были в шоке. Они никогда не ожидали. Вдруг эти заключенные, вместо того, чтобы изливать свою ненависть, обиду и зло на то, что их несправедливо избили, бросили, они начинают поклоняться Господу. Я не знаю, какую они песню пели. Хотел бы я послушать эту песню. Это самая лучшая песня. Это самая лучшая песня. А вы говорите, да, там не было корня, там не было бенда. И порой, ну, веком у нас для прославления нам чего-то не хватает. Ну, не хватает для прославления откровения о Боге. И жажды по Богу. Потому что бывает много чего хватает, но и прославления нет. Но когда есть проклонение Богу, когда есть откровение о Нем, любовь к Нему, все прославления, все оркестры внутри нас. Аллелуйю. Вся музыка так. Аллелуйю. Все внутри. И они начали петь «Алелуй». Обязательно. Но пели «ты». И пели на нас и пели. И другого не дают они. Может быть, я так пели. Может быть, пели. Слава тебе и по всей земле! Может быть, просто пели «Алелуй, Алелуй, 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 Алелуй». Не знаю, что они пели. Но написано «Они восхваляли Бога». И все замечательные в тюрьме слушали. Первый раз на помощь, Моя Сухова. Чтобы кто-то не ругался и не издевал эту ненависть, как Моя Сухова. Слушайте, они пили эту живую воду. И они были источниками, из которых течет вода. Они были носителями, дорогие мои. Я верю, что Бог призвал нас к такой жизни. Аминь. 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 Говоришь, тут в Лондоне тяжело. Но не тяжелее, чем в тюрьме. Согласны? Аминь. Или тут кто-то сегодня избитый, отрабавлен из себя в тюрьме. Тут духи такие. Там тоже витали духи ненависти. Дух антихриста работают. Которые схватили. И люди, которые их арестовали, сдали, избили. Господи не вбегу и хотели вообще их казнить. Это были люди, одержимые духом антихриста. Они шли против увазания. Против Христа, который был внутри этих апостолов. Я не думаю, что у них было там легче. Что там меньше было давления. Что была менее тяжелая атмосфера. Я никогда не забуду бы нам при этом Хартабонке пригласили в Калькутту. В Индии. И говорили там. О! И он прилетел у него с аэропорта. Встречали там местные ниссионеры, служители. О! Это такое трудное место. Это самое сатанинское место. Здесь кладбище всех евангелистов. Здесь не было нормальной евангелизации. И праздник Хартабонки. Зачувствуйте демоническое присутствие здесь. Здесь столько богов. Миллионы богов. Он пришел и сказал. Я чувствую присутствие Духа Святого со мной. Аминь. 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 Городи. Мы можем быть возле Христова собраны. Но Царство Божие внутри тебя. Аминь. Царство Божие внутри тебя есть, сказал Господь. Аминь. А мы в Духе Святом. Мы можем переживать Божье присутствие. И пробуждение начинается с нас. Аминь. 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 Спасибо тебе Господь. Господь смотрит на нас и говорит, о, дети мои, как я хочу, чтобы вы приходили ко мне и пили эту живую воду. Он говорил это самарянке. Он сказал, если ты будешь пить воду, которую я вам тебе, ты не будешь жаждать твоего века, но вода, которую ты будешь пить, сделается в тебе источником текущей жизни вечной. Сегодня вечер, когда Господь хочет тебе просто дать картину о твоей жизни и сказать, ты не пустыня, ты река, ты не засыпанный колодец, ты колодец чистый, из которого могут чертать людей в воду. Ты родник. Алло, я. Ты источник, ты родник. Иисус показал это на своем примере. Когда он был в Иерусалиме, когда ученики вместе с ним ходили и восхищались этими потрясающими зданиями, они говорят, посмотри, Господь, какие камни, какой храм. А мы сегодня тоже гуляем по вашему городу, тоже всего на старых, красивых из камней зданий. Можно восторгаться, восхищаться все-таки люди много чего могли и умеют до сих пор делать, но все же это не сравнимо с тем, что Бог творит и камень со своим прекрасным мир и тот город, в котором мы увидим. Иисус сказал, Он знал, что этот город будет разрушен, каменный камень здесь не останется. И потом Он лично сказал о храме, для всех евреев, это было святоим имя, храм, там Бог обитал, там Бог обещал быть. Но вот Иисус говорит такую вещь, которая была непонятной для их плотского обычного земного человеческого ума. Он говорит, разрушьте этот храм и я его в три дня восстанавливаю. Он говорит о храме своего тела. Он говорит о новом времени. Он говорит о том, что Бог вырвет из этой завесы, которая взорвется очень скоро и станет доступным каждому человеку. Не некоторые люди раз в год смогут заходить за завесу, чтобы встретиться со мной. Но каждый, кто призовет имя Господне, спасется. Но каждый сможет быть на полном Духе Святой. И каждый сможет стать храмом. Аллилуйя. Однажды из Икии видел видение, Бог его показал, как из-под породы храма вытекал поток. Потом привел он меня обратно к дверям храма. И вот из-под породы храма течет вода на восток. И Бархан стоял на восток. Это 47-е давание из Икии. Всем нам известное место. И мы знаем, что Господь повел из Икии в этот портон глубже и глубже. И я хочу читать с 8-го стиха. И сказал мне, эта вода течет в восточную сторону земли, сойдет в равнину и войдет в море. И воды его сделаются здоровыми. И всякое живущее существо, присмыкающееся там, где войдут две струи, будет живо. И рыбы будет весьма много. Потому что войдет туда эта вода. И воды моря сделаются здоровыми. И куда войдет этот поток, все будет живо там. Аллилуйя. Аллилуйя. Речь идет всего о той же живой воде, о которой Господь говорит, жаждущий приди. Драгоценный, мы можем жаждать и пить Святого Духа, как эту живую воду. И он говорит, из вашего чрева потекут реки живой воды. Не похоже ли это на это видение, которое Бог показал Икии? Из-под порога храма текла река. Выходил поток. Живой поток. Написано две струи. И куда войдет этот поток, все будет живо там. Вечер Санлилуйя.